Нашумевший в соцсетях Старого Оскола вход в ТЦ по QR-кодам был не более чем эксперимент. Об этом на собрании предпринимателей заявил председатель Совета директоров ЗАО БАШЕ, депутат областной думы Игорь Борщук. Представители крупных торговых центров Белгорода и Старого Оскола обсудили реальность и целесообразность введения подобных ограничительных мер. Такая система работы торговых предприятий уже действует на территории 17 субъектов Российской Федерации. Большинство присутствующих выступило за введение QR-кодов вместо полного закрытия объектов. Этой же теме, но уже в Белгороде была посвящена встреча бизнесменов с заместителем губернатора области, начальником департамента агропромышленного комплекса Юлией Щедриной. Я считаю, что мы должны с вами искать решение для того, чтобы комфортно и работалось, и комфортно, безопасно было тем людям, которые посещают эти заведения. Потому что все-таки в первую очередь мы должны рассматривать безопасность наших граждан, безопасность наших людей. Есть решение для того, чтобы работать. Нужно соблюдать строго эти правила и условия. В противном случае мы будем с контролем выходить, мы будем вас наказывать и также закрывать, как вообще, в принципе, как за нарушение эпидемиологических нарушений правил. Потому что сегодня достаточно инструментов для этого. Окончательное решение пока не озвучено. Предприниматели запланировали повторно встретиться 28 октября и детально проработать систему введения QR-кодов на территории торговых центров области.